Всем привет! Я Скиф, это Уртук Опустошение Игра, которая уже некоторое время находится в раннем доступе Но я про неё знал, мне про неё неоднократно говорили Но в ней не было русского языка Не так давно он в ней появился Тут разного рода локализации появились, в частности и на русский Игра из себя вообще представляет некую такую, я не знаю, идейную продолжательницу Можно сказать Battle Brothers, то есть тут очень много похожих механик Но есть свои фишки, есть свои находки Собственно, после того, как я познакомился с Battle Brothers на летней распродаже Дядюшка Габен мне тут же в предложках подкинул и Уртука Я посмотрел на список обновлений и увидел, что там наконец появился русский язык Я уже немножко поиграл И играется, и выглядит игра достаточно круто на самом-то деле Здесь нет таких прям гиперсложных механик Ну, относительно гиперсложных Достаточно сложных механик с прокачкой И с наймом братков и их бэкграундами, как, допустим, в Battle Brothers Но тут есть свои, опять же, некоторые придумки и разного рода механики Давайте посмотрим Сегодня у нас будет такой первый взгляд Немножечко взглянем на игру, как это все играется, как это все выглядит У нас есть на выбор начальный состав отряда Мы можем взять Жреца, Стража, Берсерка Можем поменять, да? Тут еще есть Копейщик Есть еще Жрец Метатель Ассасин Страж Кровопускатель Монах какой-то Пехотинец, слушай Охотник Берсерк, да? Ну, Берсерк так-то суровый пацан Универсальный боец первой линии, яростный и быстрый, со своим гигантским топором Двуручь экипирует, дальность перемещения 3 Три мутагена может поглотить У него еще, вон, всякие штуки есть, блин, интересные Которые можно выучить, как я понимаю Но об этом позже поговорим Давайте дефолтным составом пойдем Можем выбрать два предмета Так как у нас есть Берсерк, можно ему двуручь сразу получше взять С уроном по броне И так как у нас есть Рыцарь, вот этот вот, да, Страж Ему можно броньку, к примеру, взять Остальное я все равно не знаю, насколько сильно пригодится Сложность, да? Невероятно сложно Ну, давай переключение, потому что Игра не самая простая в любом случае Типа, вот, мега жесткий сейчас брать Сложность нет смысла, потому что я вот только-только играть начал Так, режим железной воли Давай, давай, режим железной воли Пусть будет Назовем это все Как-то Как-то так Погнали Так, в мрачной тюрьме, называемой Санаториум Глубоко под землей, далеко от света Безумный алхимик проводит эксперименты на невольниках Здесь, в этой зловещей яме, начинается история Уртука Многие годы Уртук был прикован к рабочему столу алхимика Но в этот день удача повернулась к нему лицом Свирепые удары, тяжелая тюремная дверь содрогается в проеме Это Элдрик, друг Уртука из Мировыше Элдрик кричит Я принес оружие, берите скорее Поспешите, их слишком много, нам не убить их всех Но уже поздно Стражи санаториума уже призваны Санаториум, блин В общем-то, какая-то такая же тема и в Battle Brothers у нас есть Благодарю тебя за спасение, Элдрик Однако ты серьезно ранен Не беспокойся обо мне Давайте просто, короче, покинем место Нужно топать на восток Здесь можно сбежать Нужно только убить этих двух охранников Ну, окей Это у нас вступление Вот, кстати, на карте есть все разного рода взаимодействие С этой самой картой Я думаю, мы вступление пропустим Тут просто обучают, ну, самым-самым-самым Азам Ваше путешествие начинается Под именем Муртук вы были заключены глубоко под землей в санаториуме В течение многих лет продажные алхимики проводили ужасные эксперименты на вашем теле В результате вы перенесли смертельную мутацию Теперь, наконец, вы сбежали из подземелья и должны предпринять опасное путешествие в поисках снадобья для извлечения вашего недуга Для извлечения Вы не знаете его точное местоположение, поэтому вам нужно искать улики в деревнях после того, как вы их захватите В этих бесплодных землях вам придется пробиваться через группы мусорщиков, разношерстных бандитов и негодяев В скрывающихся засадах на неосторожных путешественников Кроме того, помните, что лекарства, необходимые для лечения ранений, встречаются крайне редко Некоторое количество можно купить на черном рынке Да, мы тут, если умираем, получаем так называемое ранение, которое можем вылечить за счет лекарств Лекарств мало, как бы, да? Но это самый-самый край карты Есть наш отряд Собственно, вот наша братюня У этого есть железный меч, серебряный шлем, который вот мы взяли У этого сразу серебряный двуручный топор Есть мутагенчик Предмет, заменяет фокусное умение на последний бой А у нас фокусное умение скандалист Или подожди, сейчас какое? Бронелом фокусно идет С этим умением персонаж будет уменьшать защиту брони своей цели Нанесенный ему урон в броне противника увеличивается на 200% Три заряда То есть броню проламывать можно А можно взять последний бой Чтобы мы, если смертельный удар получили, то выжили Давай берсерку возьмем, заменим Теперь здесь последний бой Фокусное умение Здесь у нас фокусное умение, защита союзника Персонаж прикрывает своим счетом рядом стоящего Защищаемый не должен стоять спереди или позади Защищающего союзника от входящей обычной атаки Защита союзника не работает против умений Рывок, таран, толчок и от снарядов дальнего боя Каждая защита стоит некое количество выносливости Да, у нас есть выносливость Соответственно, там уроночки, здоровье, защита Все как надо Тут по нулям защита Здесь 469, здесь тоже по нулям Это наш стартовый отряд Ну погнали, посмотрим, что у нас тут есть Тут есть деревня Есть наемник какой-то в беде Неподалеку отсюда наемник, да Кровопускатель был нанят какими-то простолюдинами Чтобы убить одного из лидеров группы мусорщиков Однако не справился в своей задаче Теперь эти разбойники преследуют его Ему помогают несколько друзей Но, похоже, долго они не продержатся Погнали Поможем, я так понимаю, он примкнет к нам Погнали Заодно посмотрим на то, как тут происходит бой В общем-то, карта боя, да На карте есть разного рода объекты С которыми можно повзаимодействовать К примеру, там какие-то шипы пихнуть Вот на эти шипы-то вряд ли получится Это просто коле Есть вот, кстати, ловушки Вот они, враги Над ними цифра, это очередность хода То есть у нас, в первую очередь, наши будут, ребятки, ходить Это союзники наши, кстати Кровопускатель А это враги все То есть в бою не обязательно только мы участвуем То есть там могут быть вообще разборки Я тут уже встречал Где просто две фракции какие-то борются И я там долго-долго Почти весь бой тусил где-то в стороне Потом просто пошел, добил недобитых И все, как бы забрал награду себе Такое тоже может быть Так, этот жрец, это типа саппорт местный Так, через альты, если посмотреть То как сюда можно пройти То есть они пойдут, они пойдут отсюда Да, сюда куда-то То есть, ну в любом случае Мы можем просто поближе переместиться В первую очередь поближе перемещаем наших милишников Ну и саппорта Погнали начать битву Кровопускатель Вот этот парень, я так понимаю, к нам присоединится В прошлый раз, когда я играл, у меня другой тип был первый, кто присоединялся Вы нашли меня? Отлично Пожалуйста, убейте этих тварей Меня наняли прикончить их предводителям Но я потерпел неудачу И теперь из-за раны не могу сражаться А мои друзья не в силах противостоять врагу Если я выживу в этой битве То предложу вам свои услуги Так, ну там еще он говорит про то, что установил несколько ловушек Они нам не причинят вреда Их можно врагов этих самых заманить на ловушки Правда, ловушки вообще не в той стороне Ну, хотя они вот тут пойдут через ловушки Потенциально Потенциально могут, конечно, пойти Могут не пойти Давай немножко вперед пройдем Ждать Сюда Типа спешить не будем Тебя можно вперед Ты у нас самый танковый пацан Посмотрим, как себя враги поведут Они что-то тут пляшут Так, попало бы в капкан кста Стрелков у нас никаких нету Пока что, по крайней мере То есть сюда Вот тут еще могут пройти Саппорта сюда Жди Берс сюда Тоже жди И ты сюда Это у нас защитник Если что, можно вот тут в проходе подловить Как-то попытаться Посмотрим, что наши там Вражины делают Почему-то мои союзники ни черта не делают Что странное А вы решили забить, да, набой этот Чего бы и нет, да, как говорится Так, тут есть проход Вот с этой стороны Я бы, наверное, даже так постоял Тебя сюда О-о-о Союзнички решили тоже что-то делать Окей Сейчас там пока дерутся К нам тоже кто-то выехал Плохо то, что я пока что не особо-то знаю Чего ждать от этих врагов Каких подвохов То есть раз, два, три Ну, по идее, не доходят Мои же не доходят Хотя можно вот так вот подвести Так, ты пошел, да А защитничкам Защищать союзника, к примеру Потому что у Берсерка ноль, блин, защиты И по нему очень больно прилетает Так, ну тут хорошо, слушай Союзнички наяривают Угу Идет к саппорту, судя по всему Давай саппорт сюда Похищение жизни накидывай на Берса Берс пойдет в атаку Это коцает нас, да Тут тратит 25% от максимального Количества очков здоровья Но любой удар по врагу Позволяет персонажу лечиться Что, как бы, клево Давай еще сильнее, наверное, отойди назад Так вот Защита отменена Но мы зато идем в атаку Опа Урон-то хороший, двуручный Так, на секунду, топор Все, просто разорвало, разорвало, чувака Еще там к нам подходят Давай шатать Этого тоже забили Тут легкий бой стартовый Не должно возникнуть особо проблем Давай закроем путь Ну и вдарим У танкового-то пацана, конечно, урон такой себе Ты иди сюда Чем-то тут нам посаппортить Можешь в целом-то И гида пока не нужна И гида позволяет предотвратить какой-то один урон Единственное, что похищение жизни Можно сюда накинуть Да и все Эти тут рокировками Какими-то пользуются, так понимаю На постоянной основе Этот метатель копий Ну и Берс пошел в атаку Просто карать Опа Контратаки какие-то вечно Держи Еще и похилились Так, эффект закончился, да? Черта достижения Разблокирована Массовый убийца При убийстве врага получает плюс 35 к скорости Уровень 1 из 10 И чтобы закрепить эту черту Нам надо достичь 10 уровня То есть надо убить как минимум двух врагов В течение двух ходов Ага, понятно Так, этот решил подсвалить Ну такой себе план Этим могу поджать тоже Давай, бей Ну у него мечик такой себе Очень, конечно Очень такой себе Тут ты уже в битве особо, наверное, никак не поучаствуешь Ну так, побегай по саппорте Если что, вдруг Я думаю, мы тут уже без особых проблем Разбираемся с врагом Страдать Минус Ну можно сюда подбежать А то потом сместить И, в принципе, как-то подзабить Хоба Куда ты там пошел Ну, ровно та же история Как в Battle Brothers Если мы поджимаем врага Вступаем в зону его агрессии То просто так из нее уже выйти не получится Он может наносить, соответственно, урон Я могу подойти дать лидера Мы тогда вдвоем его ударим Хоба Содействие А, содействие что-то А, содействие только от моих, братюни От этого не работает, да? Обидно Потом ты ходишь Потом ты Потом ты Потом ты, да? Мне надо, чтобы Берс бил Поэтому ты отойди просто У Берса в разы больше урона Ну да, Берсу и не пришлось бить Победа Так, я обязан вам жизнью Вот примите это В знак того, что Вам я буду услужить лучше, нежели тем, кто меня нанял Серебряный топор Ну, спасибо, конечно У нас он так-то есть Получаем трофеи Триллиум, некую валюту местную И жизненную эссенцию Которую можно использовать для извлечения Всяких мутагенов прикольных Разум мыслителя Увеличивает концентрацию на 7 Давай извлекем Посмотрим, насколько это хорошая история Концентрация Так, вот он, кстати, у нас, да? Двуручный железный меч У кровоопускателя У него есть похищение жизни Фокусное умение Позволяет похищать здоровье В размере 100% нанесенного урона От обычной атаки Два заряда, да? Так, уртук Уртук, шпуртук И гида фокусное у него умение Мутация Неизвестная у него там, да? Уртук, чё тебе? Разум дать, что ли, да? Концентрацию на 7 Для чего нам нужна концентрация? Подожди Выносливость Генерация фокуса Ага, персонаж генерирует фокус, нанося и получая урон Произнося заклятие, используя умение Базовая генерация фокуса составляет 100% И обычно требуется Атаковать 5 раз, чтобы полностью накопить фокус Каждое очко концентрации ускоряет генерацию фокуса на 2% Однако, каждый новый уровень уменьшает генерацию фокуса на 0 Это чтобы использовать фокусное умение, да? Худо-бедно Так Концентрацию увеличили, да? Каждое очко концентрации ускоряет генерацию фокуса Допустим Ну, и здесь больше пока что ничего особо сделать нельзя Наш отряд теперь подрос, да? У нас теперь уже 4 Типа Я, кстати, даже не знаю, сколько здесь максимально может быть в бою Но какой-то там максимум должен быть Тут защитники деревни Группа Враждебных чудовищ А тут убийца-чудовищ Хорошо известный убийца-чудовищ Какой-то, да? Спустился в мрачное подземелье Чтобы изничтожить обитающих там монстров Его нет уже больше недели И, возможно, он ранен или убит Подземелье расположено к востоку Да, ну пошли Исследуя это место, вы обнаруживаете подземный проход Ведущий к огромной пещере Спускаясь глубже, вы натыкаетесь на толпу чудовищ Среди теней вы также замечаете раненого человека Лежащего на земле Кажется, он не может сходить Попробуем прокраситься и спасти Оба-на Ого Какие-то грибы неведомые Или что это? Какая-то тварь Крыс-переросток Блин, жесткие тварюки, слушай Что с вами стало? Как эти твари пройти к нам могут? Но только по кругу В любом случае нам сейчас туда бежать Раз нам бежать туда Так, ты четвертый ходишь, ты первый Так, ты загородишь нам путь Ты саппортишь Один, два Ну, мы пытаемся как-то так пробежать Начать Эй, я тут! Помогите мне выбраться отсюда! Моя нога серьезно повреждена И я не могу идти Пожалуйста, придите на помощь Будьте аккуратны с этими монстрами Они выглядят спящими Но если подойти близко, то они не начнут атаковать А, они еще, может, нас сейчас атаковать не будут Да, пока что Побежали То есть нам надо его спасти и туда убежать То есть не факт, что нам, ну Потребуется убивать-то всех монстров То есть, скорее всего, не потребуется Если они к нам не придут, конечно По нашу душеньку Опасная местность Грязь У персонажа, вступивших на эту клетку, скорость будет уменьшена Получаемый урон увеличен Такое А тут что еще? Грязь тоже А ну ладно Минус скорость Как-то все равно идти нужно Так, саппорт Отходи сюда Защитничек Сюда Наша задача, по факту, как-то подкрасться, да Плюс-минус И этого спасти И тех не разбудить Так, давай этого спасем Этого достаточно, чтобы спасти? Спасибо, что подлатали меня Давайте выбираться из этой ужасной пещеры Я только за Так, на северо-востоке есть тайный лаз Немедлите, я прошу вас Так, ну я тут больше ничего не могу сделать Так, Берс у нас бежит Блин, опять в грязь Такое Может, мы этих тварей вообще трогать не будем? Так, проканает? Не, не проканала Черт Вообще не проканала Ну давай тогда и гидуй сюда А то он отклеится Так, отойди немножко Так, все защитили Я правда не уверен, что он выживет по итогу Но, что мог, сделал, да? Хопа! Хисаком 159 крит Это ли несчастье? И давай тобой сразу поработаем Все, разорвало тварюку Вот этого как-то спасти надо, бедолагу Твою мать Просто твою мать Так, прикрыть Ммм, похищение Давай Может ли он с арбалета как-то жизнь похитить? Вот это, конечно, хороший вопрос Так, прикрыли щитом, по крайней мере Селеный чудовищ Кстати, шмальнул сам Красава И похилился, аллилуйя Неплохой урон Берс давай Берс должен карать просто За себя и за Сашку Нистовса Берсерка Все, красиво Размотали Массовый убийца, да? Там подкачнулся заодно Ну и все, сваливаем, я так понимаю, да? Я так понимаю, сваливаем Там есть сейчас другие монстры Не впрягутся, конечно В погоню веселую Там вот эта тварь стоит, как бы, да? Ждет Давай сюда Защитничек Самый-то наш бронированный Раз, два, три, четыре Да, он сюда может подойти в теории Ну, вроде бы мы его пока что не потревожили Судя по всему На всякий случай обходим стороной Мало ли Чисто подстраховка А мы сможем вот так просочиться там вообще По стелсу? Так, вот эта крысюка почему-то активировалась Давай сюда Ну, мне кажется, придется сейчас Боди ей давать Судя по всему Вот это еще дрянь Что так мы тут все не просочимся Нифига Ну да Тем более, что он решил поджать нас Сходу просто Так, тобой можно на уступ забраться Подходи Ты пока жди Ты сюда И пока что воспользуйся Прикрытием Там еще вот эта крысина Подходит, да? Так, подняться на уступ Ну и вот броня По броне настреливаем Подхиливаемся Слушай, неплохо Я думаю, стоим пока что Просто стоим И тут стоим Единственное, что похищение жизни Сюда можно кастануть Может пригодиться Да ладно Вы что там все решили активироваться? Это как бы очень не круто Дерьмо Они засекли нас Держите их подальше от меня Попробуем А, он сзади пошел Сейчас он к тебе в аккурат и придет Не переживай Ну-ка, там мы от тебя убежать можем Такими темпами Ну, что-то вряд ли получится Прямо сейчас принесет ему дошить О, беда-то какая Медвежий капкан ставим Хопа Ну, такое, да? Идем в атаку Блин, там броня Давай Берса сюда Зря я капкан поставил Я думаю, с Берсом сюда пойду Ну, что-то, мне кажется Вот это отклеится Типа мы его себе не получим в отряд А Берс карает, как не в себя Так, ты похилился шикарно Ну, сваливай, что Нормально Так, крыса там куда-то тоже поскакала Ну, все, мы можем просто свалить Я так думаю Чего бы и нет Так, подожди Мы тебе тут проход-то закрыли Крыса-то бежит Не с корабля А в аккуратный корабль Так, ты туда Сюда Так, я надеюсь Ты нормально, да, добегаешь? Вроде нормально Фух, сбежали, да Всех убивать не пришлось Что замечательно Вы помогли раненому искателю приключений Выбраться на поверхность Будучи преисполненным благодарностью За спасение своей жизни Он согласился присоединиться к вам Что круто Получаем опять ресурсы какие-то И можем извлечь Мутаген, да Рослые Словно скала Дает невосприимчивость к подтягиванию Захвату, подъему и толчку Но не спасает от тарана Это, кстати, можно дать танку нашему Чтобы его ни туда, ни сюда, ни обратно Не могли сдвинуть Это, в принципе, наверное Неплохое решение И вот у нас появился арбалетчик, да В бою вроде 6 может быть Но я могу ошибаться, да Давай танку дадим Чтоб, если что Он был у нас рослым, да А, вот рослый щитоносец С помощью щита персонаж Шансов 95% Может остановить стрелы Летящие в дружественных персонажей Стоящие позади него Кроме того Урон от снарядов уменьшен на 34% Вот это круто, да Тут быстрое обучение Умные и быстро обучаемые Необходимо количество опыта Для повышения уровня уменьшено На 25% Легкие ноги Улучшен умение рокировка Позволяет вам местами там меняться, да После смерти врага Исцеляет 27% От максимального АЛЦ в течение двух ходов Вот откуда хилы Ну еще разум мыслителя подъехал, да А берсерк, вот он Принимая обычный урон Персонаж получает прибавку к урону Ну понятно То есть вот это все тоже надо читать Это все имеет значение, как бы, да Тут у нас есть передышка Ну круто, круто На самом деле достаточно интересная игра выглядит Достаточно интересно играется Тут у нас куча всего еще, я так понимаю, произойдет И может происходить Но в целом Мне нравится То, что я по крайней мере пока что вижу, нравится Надо смотреть, что там в мидгейме, в лейтгейме Как это все будет реализовано Ну и опять же пока что делаем скидку на то, что ранний доступ Возможно тут еще как-то вот эти все иконки сделают Посмотрибельнее, да? Потому что ну что-то как-то слишком просто Но в любом случае игра, по-моему, кайфовая Пишите, что думаете о ней в комментариях, само собой На этом же всем спасибо за просмотр Не забываем подписываться на канал Ставить лайк, если вам понравилось И всем всего хорошего Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok